Мой доклад, мое сообщение, имеет отношение к двум важным дифференциально-геометрическим структурам, почти эрнитовой и почти контактно-метрической. Но, наверное, надо мне начать с того, чтобы все-таки поблагодарить организаторов за приглашение. Я впервые в Новосибирске. Для меня большая честь выступать в этой аудитории. Итак, мой доклад называется «Отождество Грея и их обобщение». Вначале я должен сказать несколько слов об Альфреде Грея. Альфред Грей – американский математик и геометр, личность незауверная. Вот только что с уважаемым Василием мы обменялись несколькими фразами. Альфред Грей приезжал в Россию, он был в Москве, в МГУ, он знает русский язык, он знает 8 или 10 еще языков, был совершенно разносторонним геометром. Василий вспоминает про книгу про трубчатые поверхности, про то, что Грей был распространителем, поклонником программы математика. Но он был, наверное, совершенно точно первым специалистом в эрнитовой геометрии. Под эрнитовой геометрией я буду понимать геометрию почти эрнитовых многообразий. Здесь не обойтись без определения почти эрнитовой структуры на четномерном многообразии. Почти эрнитовой структуры на четномерном многообразии называется пара, состоящая из почти комплексной структуры и риммоновой метрики. Ну, риммоновая метрика и почти комплексная структура должны быть в согласованном условии. gx, gy равняется x, y для любых векторных полей x и y на модуле 2. Почти эрнитовые структуры отличаются богатым внутренним содержанием, отличаются связями с другими разделами как дифференциальной геометрии, так и математической физики. Итак, давайте обратимся к работе Грея. Вот это работа 1976 года, работе 40 лет. Она открыла целое направление в развитии почти эрнитовых многообразий. Альфред Грей выделил несколько тождеств, которые удовлетворяют тензор, риммоновые кривизны, почти эрнитовых многообразий и, соответственно, многообразия, которые удовлетворяют этим тождествам. Из статьи в статью кочуют цитаты из этой работы, что ключом к развитию почти эрнитовых многообразий являются тождества, которые удовлетворяют тензор кривизны. Кстати, вот эта цитата, я не знаю, я сам, Грешин, несколько раз ее приводил в своих работах по этому предмету, но видел ее, наверное, в пяти местах точно. Ну вот, я не знаю, вспомнили про Сквальненский университет, там есть знаменитая цитата Карла Маркса, которую, например, я раз пять слышал в МГУ, когда приходилось подниматься по лестнице, когда не работал лифт. Про то, что в науку нет широкой столбовой дороги, и только тот достигнет ее сияющих вершин, ну и так далее, кто не стражаясь усталости, карабкается по каменистым тропам. Но вот и этот из того же жанра. Извините, вот эти тождества не выполняются для любой почти эрнитовой структуры? Или это выделяется классы? Это выделяется классам многообразий, которые... Нет, это почти эрнитовой структуры, да? Вот класс... То есть для каждого выполняется... для как? Все принадлежат одному из трех классов, так что в первом классе одно, второе, другое или... Классы R1 это почти эрнитовое многообразие, для которых выполняется вот этот... Нет, а есть почти эрнитовые, которые не принадлежат ни одному из трех классов. Есть, есть и те, и другие. То есть это как бы три класса. R1, R2, R3. Вот у этих классов, R1, R2, R3, как бы сказать, вот так, разная судьба. Вот класс R1 чаще других математиками изучается под названием RK многообразий. И у него есть интересные приложения, есть, ну, скажем так, люди, которые этим занимаются. Класс R3 еще лучше. Это класс так называемых паракеллеровых многообразиях. Ну, пишут или одним словом, или твой. И так это. И вот этот тоже есть целый круг специалистов, которые работают в этой области. Вот классическими считаются работы гильдийского математика, Ванхеке, итальянского математика, РИЦА, японский математик, Мэтр, классик, Пашьер Митовой, Сикигава. Ну, и ряд других. Вот я как-то на конференции делал доклад, и вот не включил в число таких специалистов польскую женщину-математик, потому что не знал, как правильно читать вот эту фамилию, и не упомянул о ней. Вот у польского докладчика, который выступал в первый день, и уточнил, это ее фамилия Лучишин, Дарова Лучишин, и у нее есть ряд очень глубоких работ по этой тематике. Ну, вот, несправедливость в какой-то мере устранена. У меня тоже были несколько работ по этой тематике, но там довольно много, но вот лучшие это вот эти. Я бы обратил внимание аудитории, что они однотипные. Они не только вот о РК многообразиях, и о их обобщениях. Вот теперь самое время сказать о том, какие обобщения. Вот первая формула, которая была вот на слайде, это были, давайте к ним вернемся, кождества, которые удовлетворяют тензокривизны. Если вместо Р1, вместо Тождества Кривизны, поставится другой тензор, ну, например, тензор В или Комфорной Кривизны, есть и другие варианты, то получается, ну, как называемое многообразие класса СР1. Ну, С идет от Комфорной Кривизны. И вот для таких многообразий тоже существуют какие-то результаты, какие-то приложения, и вот мне удалось там в этой области получить несколько результатов. Я обратил внимание на то, что вот результаты по этой тематике шли очень, ну, вот, много-много статей выходило, я их отслеживал где-то до 2005 года. А после был какой-то перерыв, что вот в этой области практически, ну, вот, журналов результатов не было. Я не сильно, так сказать, владею интернетом, но я работаю в реферативном журнале «Математика», и каждый год, ну, в последнее время 100-120 статей ко мне просто приходят домой, и вот эти тематики точно, точно. Вот классы Грея не совсем являются классами в привычном понимании этого слова. Вот каждый учебный год я студентам по 10 раз в разную аудиторию говорю, что вот если множество разбито на классы, то, значит, эти подножества не должны пересекаться, там, не должны быть пустыми, в объединении давать исходное множество. Здесь ситуация такова, что от R1 включается в R2 и включается в R3, и, разумеется, не о какой вот такой классификации. Но вот раз работа называется «Классы», то по-русски переводится точно так слово «класс», иначе нельзя перевести. Гораздо более интересны другие результаты Альфреда Грея. Вот это знаменитая работа с 1980 года. 16 классов почти эрмитовых структур и их линейные варианты. Вот в эрмитовой геометрии, наверное, эта работа самая цитируемая. То есть, ну, что она превосходит остальные, и более того, ее в последнее время цитируют, ну, не знаю, как, без ссылки, то есть «Классы Грея Хервела». Ну, я понимаю, что слово «фамилия Хервела» читается по-испански совсем по-другому, но вот в отечественной литературе вот так и называют «Классы Грея Хервела». Вот все почти эрмитовые структуры разделены, ну, вот на 16, правильнее говорить, типов, но давайте говорить след классов. Эти классы устроены следующим образом. Они устроены так, как устроено, вот скажем, линейное пространство R4 над R. То есть, выделены, выделены от пространства вот такие, ну, скажем, А0, 0, 0. Ну, А2 со второй координатой и так далее. Вот это называется W1, W2, W3, ну, соответственно, W4. То есть, ну вот, ясно, что W1 – это вот пространство R4. И W2 со второй координатой, W3 с третьей координатой, W4. И можно сказать, что R4…